Крошки мои, всем привет! Очень рада вас видеть на своем канале. И я не знала, как начать этот год, с какого видео начать снимать снова для своего блога на YouTube. Вот, поэтому я решила просто с вами поболтать. Давайте заваривать чаек, кофеек или просто присоединяйтесь к просмотру, если вам интересно, как у меня дела. И как мы провели эти праздники, что я планирую снимать, какие у меня есть вопросы. В общем, давайте я вам расскажу, как мы встретили 31 декабря. Отдельный какой-то влог я не снимала, и думаю, что многие из вас меня поймут, потому что иногда очень хочется забыть про камеру и побыть с семьей. У нас был очень семейный Новый год, я этому очень рада, потому что в прошлом году мы отмечали с друзьями. Мы тоже очень круто отметили, мы снимали столик в ресторане, ну там как клуб-ресторан, вот, натанцевались, наелись. В общем, очень-очень было здорово. Семочка был маленький, и он просто у нас спал, и все. В этом же году он уже постарше, и я думала, если честно, что он встретит Новый год с нами. Но он мне устроил, конечно, 31 декабря вообще. Просто я была от него в шоке, потому что он полностью отказался от дневного сна. Я 31 декабря работала, еще здесь в студии, где я сейчас нахожусь, и бабушка с ним не справилась, ни в какую он не лег спать. В итоге он вообще не спал, встал в 7 или 8 утра, и получается он уснул у меня только в 11.30. То есть я его в 11 уже пошла укладывать, потому что я видела, что он уже все, он уже хочет спать, он уже не может. Полчаса я его укладывала до 11.30, наверное, если не позже. Я уже пришла вот почти-почти под самую речь, грубо говоря, президента. Быстренько успела еще немножко поклевать еду. Вот, и уже мы загадывали желание. Да, кстати, каждый год подбой курантов на листочке я пишу самые сокровенные желания свои. Ну, конечно, в рамках, в рамках сбыточных желаний, да. То есть я не пишу, что я хочу, чтобы у меня завтра был там Lexus какой-нибудь последней модели, или что я хочу завтра же переехать жить там в Майами или в Таиланд еще куда-нибудь. То есть нормально, адекватное желание, и потом я их поджигаю зажигалкой, кидаю в бокал с шампанским, выпиваю, и эти желания у меня всегда сбываются. Утром Семен, как обычно, встал, по-моему, в 8 или в 9 часов утра. Вот, мы еще побыли у родителей, ночевали мы у моих родителей, и поехали домой. Дома еще поспали дневной сон, потому что я вообще не выспалась, и я отвыкла поздно ложиться. Я, получается, легла в 3 часа и вообще не выспалась. И 1 января мы поехали к нашим друзьям на дачу, пели караоке, я думаю, видели у нас в сториз разные там наши песни, видео. Вот и представьте, как я с ним живу. Ааа, меня лодка съела! Она меня жрет! Меня с ними все жрут! Проще самому сказать об этом! Чтобы я погодной лодкой! Чтобы я погодной лодкой! В общем, бесились, шутили, играли. Играли, кстати, в Алиэс, настольная игра. Напишите, нравится ли вам Алиэс, играли вы когда-нибудь или нет. И потом все остальные дни, вплоть до сегодняшнего, сегодня у нас, по-моему, 6 января, вплоть до 5-го, мы каждый день гуляли, куда-либо ходили, делали себе какие-то развлекательные программы. Один день мы ходили в зоопарк, один день мы ходили в игровую комнату, еще другой день мы ездили за город в Порошино кататься на горках. Тоже была волшебная прогулка, потому что была потрясающая погода, было, наверное, минус 3 градуса. Мы прошли по тропе здоровья, по лесу, у нас там смешанный лес, но преимущественно хвойный, очень много хвойных деревьев, вот этот вот такой липкий снег, куча снеговиков крутых, потрясающий воздух. И вот мы покатались там на горках, погуляли, в общем, и Семочка была очень доволена, мы были довольны. Всего 2 или 3 дня мы понаслаждались теплой погодой, а потом стукнули морозы, как, в принципе, у многих, да, наверное, у вас тоже сейчас заморозки, просто минус 30 градусов, и абсолютно этого мы не ожидали. Вот, ну ничего, очень надеюсь, что эти вот очень сильные морозы скоро закончатся, потому что машина не заводится, Игорь даже говорит, нафиг ее заводить ради там 5 минут куда-то, вот. И поэтому я на работу либо хожу пешком, кутаюсь, либо езжу на такси, потому что очень холодно. Что вам еще рассказать? Вы, наверное, видели, да, в Инстаграме, что я сейчас ищу девчонок, команду, конструктора-модельера и швию, пока что, я думаю, одну, а там будет видно. И некоторые девушки писали мне в комментариях о том, что, грубо говоря, да, несу нос туда, куда, как бы это не твоя специальность, не твоя профессия, ты типа не модельер и все. Я абсолютно согласна, и я никогда не говорила об этом. Но бывают такие люди, которые просто человек-идея, человек-амбиция, человек-цель, организатор, который умеет найти хороших людей и как-то вот воплотить свою идею. Я, знаете, я ко всему так просто отношусь, что, ну вот меня, например, спрашивают, вот ты там открыла магазин, а если не получится? Ну не получится, не получится, и что такого? Вот вообще, знаете, как бы мне пока нравится. Возможно, через год я не захочу этим заниматься и вообще его возьму и закрою. И никому я ничего не буду должна, потому что я сама открыла, я сама закрыла. Чем я хочу, тем и занимаюсь. Возможно, через там три года я захочу, не знаю, быть инструктором по йоге. Ну, я шучу, я просто вот привожу пример. Мы не можем знать, чего мы захотим через какой-то определенный период времени. Я счастлива, что я вот такой человек, легкий на подъемы, и что у меня хватает каких-то собственных сил не зависеть от общественного мнения и делать то, что я хочу, реализовать себя в том, в чем я хочу. И я и вам этого желаю. И те, кто зачастую пишут такие комментарии, они как раз-таки, мне кажется, и несчастны, наверное, в своей работе, что вот ты должен быть обязательно тем, на кого ты отучился и получил диплом. Ну, блин, давайте по чесноку, что, наверное, блин, я боюсь соврать, но мне кажется, процентов 80 людей получили диплом и работают не по специальности далеко. Поэтому нужно делать то, что ты хочешь здесь и сейчас, потому что вот только сейчас вот это вот вдохновение, которое в тебе есть для того, чтобы что-то делать, только тогда это может получиться. Ну, а если не получится, то это абсолютно не страшно, потому что если не получится, значит, нужно придумать что-то новое и вкладывать туда свои силы, идеи и себя всего, да. Я очень счастлива, что у меня уже есть мое дело, да, что-то продукт, который он идет, 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 идет и развивается и растет, и я очень рада. Но мне хочется еще какое-то направление, потому что я считаю, что пока мы молодые, пока у нас эти амбиции и желания есть, нужно стараться и расти. Вот, поэтому я вам этого желаю. По поводу видео, я думаю, что следующее видео, которое я буду снимать, это, скорее всего, покупки, которые накопились, очень-очень давно их не было, да. Я думаю, что многие ждут новиночки, покупочки. Потом будут, я обязательно доснимаю все-таки видео про волосы. У нас остались с вами маски для волос, бальзамы, маски. И еще я снова хочу поснимать серию видео «Спроси доктора» в клинике «Совершенство». Вот, вы знаете, что я там снимала с докторами разные вопросы. Поэтому, если у вас есть внизу идеи, с кем из докторов мне поснимать видео, там есть практически все, и хирург, и эндокринолог, и гинеколог, в общем, практически все специальности. Поэтому, если у вас есть какие-то интересные вопросы, то обязательно пишите внизу, и мы устроим такую съемку, сделаем что-то интересное, какой-то проект. Ну, и если у вас просто есть какие-то классные идеи для видео, чего я, может быть, еще не снимала, то также пишите внизу. То, что мне писали в Инстаграме, девочки, я все себе зафиксировала. Запишу себе еще список в ежедневник свой, в блокнот обязательно. Я помню, что вы просили меня про ОРВИ, про профилактику ОРВИ, про часто болеющих деток в ДТУ, да, в детских учебных учебниках. Потом про аденоиды, вроде девочки писали. Ну, в общем, многие пишут именно про лор-болезни, про лор-специальности. Хорошо, я себе зафиксирую и сделаю такие видео. Вот, ну и жду от вас еще идеи. Я, наверное, сейчас повставляю какие-то кусочки видео, если они у меня есть на телефоне, может быть, с наших январских денечков. Вот, а с вами же я прощаюсь до следующего видео. Оставайтесь здоровыми, красивыми и счастливыми. Очень вас люблю. Пока-пока. Давай, 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 кричи. Давай. Давай. Змеючки все спят. Да, спят змеючки. Ой-ой-ой. Ничего себе. Ты кусаешь? Ты кусаешь? Ты кусаешь? Нет. Ой, смотри, она пицца ищет, ищет. Все змеюки спят, а она не спит. Смотрите, одна черепака пристает на другой черепахе. Прилипла к ней и не отпускает. Это они спариваются или просто играются? Фу, а тут паук. Фу, не люблю пауков. Он такой толстый, его уже перекормили, по-моему. Я боюсь. Ты боишься? Сем, погладь его, погладь. У нас в джимоле сделали очень классную развлекательную комнату. Можно сидеть, я вот сижу кушаю мороженое. Тут Игорь сидит. А Семка там, короче, где-то в шариках. Все, его уже не видно, да? Там у него пальмы. А, я говорю, не видно его, короче.